Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я парень, 21 год. В мае 2022 у меня закончились последние отношения. Разрыв был для меня болезненным. Прошло уже почти полтора года. После расставания с девушкой не могу знакомиться с ними. Ко мне часто подходят девушки в цели познакомиться, и как только они ко мне подходят, я сразу отказываю им знакомство. Бывает даже такое, что я в хорошем настроении, но как только ко мне подходит девушка, у меня сразу меняется настроение в плохую сторону. С подругами своими я сразу перестал общаться после расставания с девушкой, а незнакомкам не хочу давать даже шанс на общение. Помогите мне, пожалуйста, прошло уже достаточно долго времени после расставания, не знаю, то ли я разочарован, то ли я боюсь влюбиться. Ну, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, скорее всего и то и другое. Судя по тому, что вы описываетесь, что наша девушка для нас была неким таким, ну, собирательным образом, что ли. То есть, вот некий такой, знаете, как этот, так вот правильно сказать, да, некий такой собирательный женский образ. Вот, ну, то есть, вот, когда, там, например, когда, вот, в ней, да, вы видели, там, по большому счету, ну, вот, вообще всех женщин, да, то есть, как бы, вы не разделяете, в данном случае, вот, вашу девушку, там, других девушек, вот, незнакомых девушек, подруг и так далее. То есть, как-то вот здесь у вас чувствуется собирательный образ. Что это значит? Ну, в первую очередь, это означает, что, на этой девушке, с которой вырастали, были завязаны, завязаны нечто большее, чем просто, ну, отношения романтические. То есть, явно здесь что-то большее присутствовало. Вы видели в ней и вероятного, сверхвероятного всего продолжаете в ней видеть. Кого-то, вот, а, ну, помимо, помимо, а, помимо, а, помимо девушки. То есть, это не просто партнёра для вас, а, романтические, любовные. А это, когда кто-то ещё. Вот, кто, нужно выяснить. Вот. Это может быть, может быть, мама, например. Да? Это может быть, эм, некий идеал женщины. Это может быть, даже некий мужской образ. То есть, вот, вы с этой девушкой, значит, пытались воплотить свой, ну, как бы, мужской образ. У вас не получилось, вы в нём разочаровались, например. Так же, а, почему расставание является травмой? Потому что очень часто в процессе расставания человек проецирует на себя, именно проецирует на себя. То есть, ты с ним расставаешься. То есть, а, если сама страна расставит, значит, бегая плохой. Вот. Это может быть, а, из детства опыт. Вот. Это может быть ваш, вот, собственный личный опыт. Это могут быть определённые установки ваше или вашего окружения, например, ваших друзей, ваших родителей и так далее. Это может быть установки, а, в целом, вашей среды, где вы находитесь, того города, где вы живёте, с той страны, и так далее. Ты, может быть, какую-то группу социальную. Вот. Понимается, да? В любом случае, чтобы, чем бы это ни было, вы не отделяете себя от собственной девушки. И девушка могла с вами расставаться не потому, что вы делали что-то не так, а просто потому, что поняла, что вы не её человек. И то, что между вами произошло, в результате чего вы расставили, это может быть следствием. Следствием того, что она это поняла, но не осознала. Поэтому необходимо увидеть, где конкретно вы принимаете на себя то, что она с вами расставила. Вот. Ну, как мне кажется, смысл жизни вы не потеряли. Как мне кажется, жизненные цели ваши остались плюс-минус на место. Как мне кажется, даже по жизни идти вы не перестали, не споткнулись, по крайней мере, сильно. Ну, вот. Значит, здесь больше гендерная такая вот модель. И если, например, вы пользуетесь успехом у женщин, вот, то это могло больно ударить вас по самолюбию. Вот. И, соответственно, теперь вы не хотите знакомиться с девушками, чтобы не проверять, насколько вы привлекательный мужчина. Потому что, если раньше вы не сомневались, то теперь вы в этом, естественно, сомневаетесь. И, как бы, ну, поскольку вы в этом, естественно, сомневаетесь, вам проще не знакомиться, не проверять, не пытаться. Вот. Боясь, как бы того, что вам будет больно. Вот. Вполне может быть еще и такая история, что вы не прожили какие-то чувства, вы не до конца завершили эмоциональное отношение с девушкой. Вот. Осталось недосказанность, осталась какая-то, может быть, знаете, надежда. Ну, не надежда, остались какие-то чувства, вот, остались какие-то такие вот эмоции. Да? Недоговоренность какая-то осталась. А, как бы, говорить об этом, но особо уже не умеешь. Вот. И вы, например, понимаете, что, ну, вот, даже если вы ей скажете что-то, да, то, ну, как бы, она просто не воспримет этот серьез. И еще больше вы себя, ну, почувствуете унижен. По этой причине. По этой причине. Вот. И вы, собственно говоря, себе это нажимаете. Вот. Вот эта практика, э-э-э-э-э, пр Ohio Практика, достаточно известна. Даже есть э-э-э-э такая техника нео-эсэ-на отправлену в письмо, где человек просто э-ээ, из письма не отправляет его. Работает по стоку, поскольку не всем помогает, но, как бы вот, вам я бы рекомендовал эту технику, если не пробовать. Вот, в качестве такой вот скорой помощи, да, в качестве скорой помощи, ну, работает достаточно хорошо. Но, повторяюсь, эффективность у всех разная. Дальше. Очень важно ответить себе на следующий вопрос. Что для меня значит быть мужчиной раз? Что для меня значит девушка два? И что для меня значит отношения с девочкой три? Что для меня значит, как бы даже не девушка, а вот женщина, да, как вот некий такой, некое такое общее понятие, что для меня это значит, как я к этому отношусь. И мужчина, мужчина то же самое. Вот. Потому что мне показалось, что с вашей стороны есть какая-то такая вот попытка что-то компенсировать. Компенсировать именно через отношения. Когда человек находится в отношениях, но действительно он не хочет отношения, а хочет там чего-то другого. Вот. Это неплохо, что он хочет чего-то другого. Просто это лучше бы разгранировать, дифференцировать немного. Потому что, ну, можно в принципе не получить того, что вы хотите. Собственно, вы и не получили того, что вы хотите. Вот. Следующий момент. Вы, в момент расставания с девушкой, может быть, находились в определенном состоянии. Вот. Что это за определенное состояние? Тоже вопрос. Какое это состояние состояния? Вот. У вас был, что он из себя представлял в этом состоянии? Вот. Ну, как бы вот. Ну, себя ощущали тогда. Вот. Понимаете? Какая штука? Это очень тоже важно для вас понять. Понимаете, да? Какая штука. Очень важно для вас это увидеть. Понимаете, да? Дальше. Вы пишите о том что? как и как вы видите помощь как вы видите помощь вам в том формате то есть вы правда думаете что текстом можно взять и решить вашу проблему то есть вы задаете вам одну текст и мы вам что-то отвечаем и вы сможете это решить то что длится полтора года уже если честно для меня это сильно сомнительно мне сильно сомнительно что это так сработало если вы думаете что есть какой-то вовсерный рецепт если вы думаете что есть какой-то как бы универсальный ключ ну вы ошибаетесь а универсального ключа нет вот понимаете да какая-то универсальное ключе не существует к сожалению поэтому у вас есть какая-то своя история у вас есть какие-то свои особенности вот которые нужно учитывать при работе с вами например вашего прошлого семья и так далее это важно это все важно потому что все это оказывает влияние на то как где и как вы сейчас себя чувствуете и ощущаете это все важно вот поэтому идея на мой взгляд заключается именно в именно в заключается идея моя по крайней мере так как вот что вы вот на эти общие темы подумаете вот и как бы выберите что вам подходит или решите узнать это было получше до конца и выберите психолога и начнете как бы работать вот потому что простые ну простые фразы по типу там не знаю по типу того что допустим девушек много да обязательно еще встречи там свои ну вам это скорее всего не поможет я думаю вы это понимаете прекрасно вот так что такой аспект но на что вот мне еще пожалуй вот хотелось бы обратить ваше внимание на что это на то как вы устраиваете отношения с девушками да то есть вы как будто бы знаете не имеете с ними чего то такого общего как будто бы о чем я сейчас говорю да что я имею ввиду что я имею ввиду когда говорю что вы как то общего не особо имеете как бы с ними знакомятся да что вы как будто бы знакомитесь вроде бы тоже но что вас объединяет с девушками не совсем понятно так вы понимаете что вас объединяет непосредственно с девушками не понятно и может быть проблема заключается именно в том что между вами достаточно достаточно мало общего может быть между вами достаточно мало как бы точек это пересечение как раз вот что собственно и влияет в какой-то степени на вот эту ситуацию в итоге понимаете вот поэтому на мой взгляд на мой взгляд и по моему мнению чем чем больше у вас будет общего между вам и собственно девушками чем больше между вами будет вот ну с таких точек соприкосновения вот тем легче вам и проще вам будет вот так что здесь я бы поиследовал именно именно этот аспект в первую очередь что как конкретно меня связывает с девушками и лучше было бы лучше если бы вы уделяли внимание и именно помочь вас связывали с девушками то есть всегда общего с с ними а не просто знакомство понимаете потому что просто знакомство всегда будет иметь некоторую условность просто знакомство всегда будет иметь статус так скажем товара да вас и ее что не лучший вариант для выстраивания отношений вас либо должны быть общие цели либо достаточно много общих на мой взгляд это такая история конечно 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 это тоже не вариант но не стопроцентный вариант если вот это не стопроцентный вариант не стопроцентный вариант что это сработать но повышать шансы на много вот вам нужно в данном случае как бы о себе позаботиться самый лучший вариант который вы можете сделать самый лучший вариант это обратиться к тому что вам нравится к тому например например что вам интересно к тому например ага ну допустим какую у вас ценность приоритеты взгляда и при этом начинать общаться с людьми не с девушками а с людьми потому что девушка в первую очередь люди уже потом они девушки вот но они люди и ваша задача заключается в том чтобы общаться с ними как с людьми вот если вы сможете общаться с девушками как с людьми да то есть ну в том смысле что я имею ввиду общаться как с людьми просто по поводу чего-то да там делиться чем-то что ну что у нас есть как бы что вы делиться тем чем вы хотите делиться наоборот как бы время действовать иметь что-то общее да наоборот если вы в таком ключе будете двигаться то все это проблема уйдет сейчас у девушек слишком обособило поэтому вам сложно они для вас стали слишком ценными поэтому вам тяжело они слишком как бы это так сказать они слишком может быть влияют на вас и влияют именно именно за счет того что вы видите в них только девушек но на самом деле как бы девушка женщина да например проявляет непосредственно вот себя как женщина и не все время отношения и уже находясь в отношениях в отношениях женщина может и не быть женщиной она может быть как бы субъектом какой-то деятельности она может быть участником каких-то событий и так далее то это очень важно чтобы вы воспринимали женщин скажем так адекватно потому что происходит на самом деле да как а не вот так как ну как например вы привыкли я не буду как бы сказать да говорить что это прямо очень легко нет это нелегко нелегко ну воспринимать как бы девушек вот так но тем не менее для вас это хороший способ человек Fillync момент вы говорите о том что у вас портится настроение если вас пусть портится настроение значит вы о чем-то думаете то о чем вы думаете скорее всего для вас как-то неприятно ты что-то не пережили вы что-то не осознали в данном случае вы что-то не перенеслили, что-то не осознал. Ваши задачи – заметить это и осознать. Ваши задачи – увидеть это и осознать. Вот, это мой самый психолог. Вот, как мне кажется, сейчас вы больше как-то от этого пишите, как мне кажется, сейчас вы от этого больше увлекаете, да, так просто говорите, что настроение портится, и вот так вот портится настроение, как говорится. Это понятно, что настроение портится, это понятно. Но так оно же портится не просто так, правильно? Оно же портится по какой-то причине, вот, и, соответственно, наша задача с вами это понятнее видит. Вот, из чего портится настроение ваше. Вот, потому что то, что настроение портится – это не плохо. не нужно этого спекаться. Это говорит о том, что вот у вас есть, ну, вот, какой-то опыт, который вам нужно принять. Ага, вы его вот несколько, ну, вот, не принимаете вы пока что. Вот, и, и задача вас заключается в том, чтобы его, этот опыт, а, принял. Я не буду, ага, как бы говорить о том, что это, что это, ну, что это может быть легко, легко, потому что это, наверное, было бы неправдно. Это не всегда легко. Но, опять же, с помощью психолога, да, вы можете как бы это сделать. Вот. Если вы, ну, в этом же интересованы. Вот. Так же, что я еще могу сказать. Направо. То, что вам бы, а, переседло вот вставить, ам, как цель именно девушку. Вам бы обратить внимание больше на свои собственные цели. На ваши собственные цели вам бы обратить, ам. нам бы обратить внимание больше, да, как бы, а не на, вот, ну, а не на, собственно, девушек, например, да, потому что это, как я надеюсь, вы уже поняли, это люди, вот, это люди, а, как бы, вы не менее важны, чем другие люди, вот, поэтому в данном случае получается, что вы себя, как бы, ставите ниже, вот это, выше себя ставить тоже не вариант, вот, ну, потому что, извините, вы не выше, ну, и ниже сюда ставить тоже не вариант, потому что вы не ниже, вот, но очень, э, очень для вас, э, важно, чтобы вы нашли адекватную для себя позицию по отношению к женщинам, а для этого необходимо стать, э, так сказать, ну, более, более, что называется, более, твердо, может быть, на нога, вот, у меня такое ощущение, что вот с этим у вас есть некоторые трудности, как будто бы, вот, ну, то есть, э, не очень вы себе, вот, ну, уверены, как будто, вот, если это так, то, вот, с уверенностью, в себе, э, очень важно поработать, вот, если это так, то, э, помочь, э, например, э, ну, вам, э, стать увереннее в себе сможет тоже психолог, так, но это, э, что называется, именно работа, а не так, что, вот, вы, э, как бы, вот, вопросы написали, да, да, и вам сразу помогут, это так не работает, э, к сожалению, ну, по крайней мере, э, вот, психотерапия, да, и, э, психологическое консультирование, так не работает, ну, точнее, можно, конечно, но эффективность, эффективность от этого, как бы, ну, очень мало, да, то есть, в кулике, но эффективность от этого, вот, поэтому, как бы, вам, как бы, решать, вот, я надеюсь, что, ну, как бы, вот, что решение, то вы примите, э, э, такое, какое вам будет удобно, вот, но, все же, для решения проблемы, нужно, вот, конкретное здесь, как бы, конкретное, как бы, э, вы считаете, конкретный момент, вот, 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 как-то, как-то так. Ну, и анализ отношений тоже очень, очень важен, вот, то есть, что значит анализ отношений, ну, в данном случае, анализ отношений, это значит, э, разбор, э, как бы, вот, того, что, э, ну, между, э, между вами и девушкой, э, вообще произошло, вот, то есть, как бы, э, 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 чего случилось тогда, вообще, между вами, вот, что произошло вообще, то есть, э, ну, из-за чего остались, и так, и так далее. Это очень важный момент, как мне кажется, по крайней мере, вот, я, э, очень часто, не всегда, но, очень часто, э, человеку, э, бывает, вот, достаточно, э, просто, поговорить о том, вот, проговорить, точнее, проговорить, э, то, что, вот, с ним произошло, это вообще решает, э, какую-то часть проблем, потому, что, он, он, это, ну, ну, вербализует, вот, то есть, очень важно вербализовать то, что, вот, э, ну, вас, э, тревожит, очень важно, вот, это сделать, вот, какая-то такая история, э, с целым, с целым, с целым, очень жаль, что, вы, вот, оказались, вот, подобные ситуации, вот, чисто по-человечески вам жаль, вот, чисто по-человечески вам, э, сочувствую, вот, но это, возможно, вам поверить, это проблема, в которой вы станете, э, сильнее, опытнее, мудрее, может быть, более зрелым, так совершенно точно, вот, я думаю, только вам решать, э, какой будет, условно говоря, эффект от этого, только вам решать, какую выгоду, какой, ну, вот, э, как бы, э, какой, какой вывод, какой опыт вы вынесете из этой ситуации, только вам этот момент, э, решать, вот. На этом, пожалуй, пожалуй все, вот, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok